Квартира и есть и нет. Жители заселенного в сентябре дома 4 в микрорайоне панель-центр до сих пор не могут в нем нормально жить. По жалобам жильцов в доме не работает лифт, проблемы со всеми коммунальными услугами, снизу-доверху по дому расходятся трещины. Почему жилище такое невезучее и отчего все чаще новоселы жалуются на качество строительства, выясняла Людмила Батюшкина. Окна вот сюда выходят. Дети, как сказали, поднимались. Вон на 16 этаже наш балкон. Несмотря на то, что ключи от новой однушки получила еще в сентябре, Елена Мендель еще ни разу не видела свою квартиру. Только со слов соседей знает, что в доме холодно, что горячая вода не поднимается выше пятого этажа и что с первого по 16 этажи по дому расходится трещина. Да и в квартирах стены трещат по швам. Вот есть она квартира и в то же время нету. Я даже туда подняться не могу, так как я инвалид, у меня проблемы с ногами. Детки бегали, смотрели, а я не могу попасть. Даже вот охота самой зайти, посмотреть. Но, увы, никак не могу. Получается, вы еще не видели? Я даже не видела. Ключи получились в сентябре, а сейчас уже ноябрь месяц, а туда даже подняться не могу, потому что не работает лифт. Лифт обследовали эксперты и выдали заключение о том, что в заводскую конструкцию внесены изменения. Эксплуатировать такой лифт опасно. Дом сдан в сентябре, но в нем масса недоделок. Жильцы считают, что установлены не все насосы, предусмотренные проектом. В доме не обеспечена пожарная безопасность. Из трещин дует так, что они не могут спать. Специалисты отдела строительства считают, что эти трещины усадочные. Недавно тут провели поэтажный обход. Улучшение конструктива при обходе поэтажного мы не обнаружили. То есть трещин несущих конструкций в монолите, в колонах не обнаружено. Трещина появляется именно со стороны пятой блок-секции, которая не заселена, именно в кирпичной кладке. Дело в том, что данный дом строился по программе развития регионов. Жители данной блок-секции получают квартиры по 100 тысяч тенге за квадратный метр. И часть денег там было софинансирование подрядной организации в рамках неизвестной составляющей, взамен которого она получала первый этаж от Сокола, как вы знаете. Буквально на сегодняшний день обязательства подрядной организации не выполнены. Строила дом подрядная организация из Норсултана. Пятую блок-секцию тоже не закончила и бросила. Сейчас чиновники подали иск в суд. Первую инстанцию проиграли. Сейчас дело в апелляции. После завершения судов будут расторгать договор и объявлять конкурс на продолжение строительства. Взданные в эксплуатацию блок-секции жильцы как могут сами замазывают трещины. Из-за таких сложностей многие сегодня предпочитают новому жилье советской постройки. С советского времени кто строил специалисты, они же тоже еще остались работой. В советское время не так давно прошло. Качество строительства, оно не хуже, чем в советское время. Здесь сейчас технология поменялась. Видите, в советское время в основном строительство было с кирпичным. Все строилось с кирпичной панельной. Сейчас технология строительства у нас идет полностью моноритный каркас. Рашид Тюлюбаев не согласен, что все современные новостройки проблемные. Строят сегодня много и в большинстве зданий. По его словам, жильцы довольны качеством. Застройщики тоже не заинтересованы делать работу плохо. Мало того, что покупатели уйдут к конкурентам, так еще и лицензии на строительство можно лишиться.